Всем привет! Мы с вами на выставке цветов, которая проводится в садах, которые принадлежат Королевскому садоводческому обществу. В садах мы этих были. Эти на входе стоят такие шатры большие, и там, по-моему, кто-то читает лекции. Уверена, там интересная лекция, слышно, как люди смеются, наверное, и с юмором тоже, но мы решили походить и посмотреть. И прямо около входа стоит вот такая палатка, известная французская компания, которая специализируется на джемах, десертах. Мы покупали джемы и йогурт, а сейчас они совершенно бесплатно раздают десертики, и вот мы решили попробовать. Вы, если бывали во Франции и в других странах, наверное, обращали внимание вот на такие баночки в клеточку. Крышечка у них, это такая их визитная карточка. Очень вкусненький десерт с грушей и с шоколадом. Организатор у этой выставки и у выставки цветов в Челси один и тот же, и чувствуется их почерк. Обо всем подумали, все предусмотрели. Конечно, эта выставка по масштабам не сравнится с выставкой цветов в Челси, но для садовода, мне кажется, она даже, наверное, и лучше, потому что у вас здесь много места и весь товар очень приятно и наглядно представлен перед вами. Видите, в каждой палатке какие-то группы растений. Если вы хотите купить что-то для сада, мне кажется, это намного легче выбирать растения вот именно вот так вот. Вот вы смотрите на одни и те же растения и выбираете понравившуюся расцветку, цветочка, листвы и так далее. Очень здорово они тут все тоже сделали. Очень просто здорово и все можно купить здесь. Смотрите, для любителей суккулентов целая палатка. Даже, по-моему, не одна палатка. Тут несколько продавцов занимаются суккулентами. Как правило, в горшочек насыпается мелкая галька сверху. Красиво тогда смотрится. Не черная земля, а присыпано это все красиво. Выглядит как в пустыне. Какие причудливые формы. Я, честно говоря, многие не видела. Вот это, например, интересная конструкция. Многие знакомы. Смотрите, какое красивое дерево. Выглядит как дерево. Смотрите, а тут дисплей, по-моему, это герань. Я раньше недооценивала герань, сейчас она мне очень нравится. Она, кстати, великолепно зимует. Единственное, когда заморозки, надо убирать ее в парник. Я сейчас сюда возвращаюсь, потому что тут было много людей. И все смотрели вот на этот розовый цветок. Прошла я мимо, а сейчас вернулась, чтобы посмотреть на названия. Я их видела в садовых центрах, но как-то не очень обращала внимание. А вот сейчас, когда они собрали эти цветы разных цветов, разных расцветок, мне как-то они бросились в глаза. Симпатичные. Смотрите, как украшают их маленький дисплей с окошками, столиком, с клеечком. Подушки тоже там. Вот этот вот симпатичный цветок тоже, нежно-голубой с белым. А вот такие цветы маленькие неброски составляют, как правило, основу английских садов. Садятся они по периметру. Смотрите, скамеечку поставили. Смотрите, какие миниатюры. Очень симпатичные, но почему-то люди не очень обращают внимание. Сейчас солнышко выглянуло. Так вообще они очень красиво смотрятся, но не пользуются тут они успехом. Люди мимо проходят. Кстати, у них палатка есть и около палатки стоит даже очередь. Так что я была не права, что их растения не пользуются популярностью. Очень много желающих посмотреть и наверное приобрести. Сегодня последний день этой выставки и все цветы они распродают. Поэтому вы можете увидеть вот такие вот надписи, как здесь. Вы можете заплатить за понравившееся растение и забрать его после четырех. Я уже сравнила эту выставку с Челси. Конечно, не такие тут размахи, но смотрите, как они организовали эти маленькие дисплеи, маленькие садики перед своими палатками. И огородили, и насыпали кто гальку, кто опилки. Поставили столики, стульчики, лейки, сапожки. В общем, украшали как могли. Во всех палатках продавцы очень охотно рассказывают вам про свой товар, дают информацию про свой бизнес. Многие из них продают в интернете и они еще дают скидки, если вы покупаете несколько растений. Смотрите, какие драматические небеса. Эта годка не очень хорошая, но нам это не мешает. Мы уже второй раз делаем небольшой такой перерыв. Смотрите, какие красавцы бегают. Пока тут никого нету, но сейчас люди заметят, что мы смотрим на птиц и тоже придут смотреть. Тут многие ходят с фотоаппаратами, с камерами. Многие делают фотографии понравившихся цветов. Сейчас я уступила женщине свое место и она делает фотографии этих утят своей большой профессиональной камерой с большим объективом. Смотрите, одно растение стоит 6 фунтов. Честно говоря, я не знаю, сколько стоит такого плана растения в садовом центре или в магазине. Было бы интересно сравнить, но я не в курсе. На таких выставках можно встретить все больше и больше молодежи. Раньше как-то садом интересовались люди после 45, а сейчас все больше и больше молодежи занимается садом. Даже совсем молодые люди. Вообще надо сказать, что люди всех возрастов занимаются сейчас садом и очень пожилые тоже занимаются. И если вы обратили внимание, очень много людей здесь на мобильных скутерах. Очень много людей, которые не могут сами передвигаться, но тем не менее приходят на такие выставки. Вот это вот растение индийское лето называется. Я обратила внимание, что оно было у многих продавцов сегодня здесь. Видно, популярное растение. Надо будет про него прочитать. А вот этот продавец специализируется на растениях, которые не боятся холода. Давайте посмотрим тоже, что тут есть. Смотрите, лобелия 7,50, а за 3 они дают вам скидку за 20 фунтов и купите 3 растения. Выдерживает, кстати, лобелия наши зимы и растет каждый год. Посмотрите, очередная палатка с массой растений. И везде есть люди чем-то интересующиеся. А здесь концерты. Такие большие шатры поставили. В английских садах часто пруды есть. Поэтому это такая неотъемлемая часть английских садов иметь прудик. У нас он тоже есть, но я еще вам его не показывала, потому что мы его переделываем. Давайте на цены посмотрим. Смотрите, за целый мешочек вот таких плавающих растений для вашего прудика 5 фунтов. На таких выставках вы точно не останетесь голодным. На каждом шагу, вот смотрите, барбекю и мороженое продается. Тут есть везде туалеты. Все хорошо организовано. И, честно говоря, достаточно большая выставка. Люди уже покупают вовсю. И тут есть специальное место, где вы можете оставить то, что купили. А вот здесь такой большой шатер со всеми современными произведениями искусства. Народные умельцы тут выставляют все, что они сами мастерят. Но тут только один этот шатер с искусством. Из-за того, что у них будет своя выставка в самом конце августа. Они рекламируют таким образом. Видите, какие рыбки красивые. Прямо в центре маленькой клумбы. Ну вот смотрите, какие красивые стулья умелец мастерил. Мы, кстати, видели похожие стулья в антикварных магазинах. Маленькая табуреточка. И смотрите, какие столики для бокалов. Вина, шампанское. Видите, какое кресло красивое. Красивая вещь. Хорошо сделано. Видите, какие кресла. Такие кресла делали уже давным-давно. Такой старинный дизайн. А в самом шатре, вы знаете, очень душно. И очень много людей неудобно здесь снимать. Так что выхожу. Я хочу вам показать что-то, что мне понравилось. Смотрите, ее уже правда продали. Вот эту стрекозу. 945 фунтов. Мне кажется, у нее есть еще и практическое применение. Не только красиво она смотрится и движется красиво на ветру. Она еще, наверное, будет спугивать птиц, которые прилетают за вашими фруктами. Мое видео сегодня будет таким разным. Посмотрите, выглянуло солнышко. И эти небеса серые. Видите, какие красивые сейчас небо. Серо-белые облака и очень голубое красивое небо. Но возвращаемся к выставке. Хочу вам показать. Вот такие вот разные украшения для сада. Вертелки всякие. Которые не красятся. А оставляются вот такими вот заржавевшими. И получается, выглядят они очень, кстати, красиво. Сейчас сады делаются неброскими. Обойти, конечно, каждую палатку очень сложно. Тут много всего. Поэтому мы как-то выборочно ходим и смотрим. Давайте посмотрим, что вот в этой малюсенькой палатке. Видите, любителям чая такие подставки под ваши чашки для чая. Сделаны в виде подарочков 20 фунтов. А здесь такая огромная палатка с семенами и с инструментами. Инструменты я всегда покупаю хорошие и думаю и выбираю, прежде чем купить. Смотрите, а здесь продаются разные безделушки для сада. Для людей, которые любят вещи поярче. Видите? Как по мне, то мне больше нравится либо блестящая, либо с ржавчиной. Малиновка по-русски. Я бы сказала, англичане считают ее своим национальным героем. Во-первых, они всегда обитают в садах. Вот у нас постоянно Робин ходит за нами. Я, кстати, не записала еще ни разу Робина. Надо будет как-то приготовить камеру и записать. Вот когда роешься в земле, Робин всегда приходит посмотреть. Смотрите, какие красивые мелкие цветочки белые. На клумбах они очень здорово смотрятся, когда у вас основа такие мелкие цветы и зеленые кустики маленькие. И вы делаете акцент какими-нибудь яркими цветами. Конечно, чтобы создать хороший сад, это нужно поучиться. Это большой труд и большая работа. Мы с вами плавненько пришли в секцию вот с такими скульптурами. Мое внимание все же привлекает другая скульптура, точнее две. Вот эта. Видите, какая стройная женщина. И еще мне понравилась птица. Сейчас вам покажу. Я обратила внимание, что всем нравится этот бегемот. Все подходят и трогают его. Он, наверное, неподъемный. Я говорила с владельцем и он мне рассказал, что все абсолютные его скульптуры сделаны из натурального камня. А вот эта птица мне понравилась. Такая она стройная и элегантная. Видите, какая красавица. Конструкция вот эта из рыбок мне как-то не очень понравилась. Хотя, наверное, как фонтан она бы неплохо смотрелась. А мне нравятся вот такие вот, смотрите, бассейны для птиц. Вода в камешке и там птички могут плескаться. Еще хочу вам показать. У меня подруга на днях купила тут себе сову за 30 фунтов. Малюсенькую. Видите, какие совы. Тоже каменные. А мы движемся с вами дальше. Смотрите, какие конструкции. И это сейчас будут тут фонтаны. С фонтанами, конечно, в садах нужно быть очень осторожным. Потому что не все фонтаны подойдут для каждого сада. Если вы в простеньком саду поставите вот такую конструкцию, то она будет смотреться немножко глупо. Вот такие шары что-то тут очень часто встречаются. Есть вообще в последнее время. Ну, в общем, тут выбор просто огромный. На разный вкус и на разный бюджет. Смотрите, продается английский алкоголь. Мы видели, там пару человек покупала, но как-то не очень пользуются сегодня популярностью. Люди какие-то не пьющие сегодня здесь. Смотрите, опять безделушки из металла для того, чтобы украшать сады. Мы уже такого плана сегодня видели. Бизнесы, видите, всякие разные животные, цветочки и так далее. На любителя, конечно, такие украшения. Здесь палатка с инструментами. И они, кстати, тут демонстрируют все инструменты. Но мое внимание привлекло вот это. Мне нравятся металлические конструкции для того, чтобы поддерживать ваше растение. Либо розы, которые бьются, либо виноград, либо жимолость. Вообще много всяких растений нуждаются в поддержке. И, на мой взгляд, металлические вот такие рамы лучше всего. И смотрите, ступеньки для горшков тоже неплохо. Вы знаете, наверное, попрошу у них лифлетик. Потому что у таких бизнесов всегда есть еще интернет-магазин. Вот взяла лифлетик. Посмотрю потом в интернете. На выставке здесь даже есть мебель. Мы ее практически не смотрели. Но она тоже представлена. В Великобритании ежегодно люди тратят огромные суммы на свои сады. В прошлом году было потрачено людьми более 7 миллиардов в этой стране. В эту сумму включили все покупки, которые люди сделали для своих садов. Смотрите, еще больше металлических конструкций. Смотрю на эти краники и думаю, легко ли на него надеть шланг. И заметила, что у них есть переходники. Так что, наверное, можно будет и шланг прикрутить к такому кранику. У нас-то шланг легко надевается. А здесь еще есть маленькие парники с миниатюрными такими помидорчиками. С салатиками. А вот эти вот мне понравились. Бассейны такие маленькие с водичкой для птиц. Птицы любят такое. Людям не угодишь. Бассейны для того, чтобы птиц привлекать. А вот такие штучки вешать, чтобы птиц отпугивать. 25 фунтов стоит вот такое вот зеркало в виде окна. Но я, честно говоря, не поняла, для улицы это или для дома. Мне понравилась вот такая вот крутилка для сада. Я с вами прощаюсь. Всего самого хорошего и пока-пока.